Привет, дорогие мои зрители, слушатели, подписчики и те, кто еще не успел подписаться. Сегодня я расскажу вам свой топ 10 неприхотливых аквариумных рыбок для начинающих. А какие 10 рыбок вы бы посоветовали? Напишите в комментариях, только сначала посмотрите видео. Аквариум очень интересное увлечение и многим хочется у себя дома заиметь эту красоту. Но с каких рыбок начать? Прежде чем представить свой топ из 10 рыбок, определимся с некоторыми критериями рыбок для начинающих. Во-первых, это должны быть не сильно прихотливые к параметрам воды рыбки. Это, наверное, один из основных критериев. Во-вторых, желательно, чтобы они не конфликтовали. И в-третьих, по возможности размножались как тараканы. В-четвертых, надо узнать, трогают растения или нет. Может вам нужны зеленые насаждения, а рыбки их слопают. И в-пятых, нам важны их отношения к корму. Может это настолько привередливый к корму рыбки, что вы задолбаетесь их выкармливать. Не всегда получается, чтобы все эти критерии совпали одновременно. Но шансы есть. И чем больше их совпадет, тем лучше. Кстати, неприхотливость, конечно, не означает то, что рыбок можно бросить на произвол судьбы и не ухаживать за ними, превратив аквариум в тухлое болото. Тут, наверное, кто угодно не выдержит. Итак, начнем. Десятое место. Начнем с цихлит. Не оставим их без внимания. Тут, наверное, самое неприхотливое – это цихлозома чернополосая. Можно содержать и в одиночку, но лучше парой. Пройдемся по критериям. Во-первых, она живучая до жути. Выживает в довольно широком диапазоне температур и не сильно прихотлива к остальным параметрам воды. Насчет конфликтности может быть проблемка. Особенно во время нереста. Если аквариум маленький, то всех соседей загоняют. Но если содержать одних и в достаточно большом объеме с укрытиями, то все будет нормально. Насчет разведения плодятся без меры, как тараканы. Главное подросших мальков убирать вовремя, а то начнут делить жилплощадь с родителями. Растения обычно не трогают, но могут грунт немного покопать и все. Корму неприхотливой. Девятое место занимает макропод. Может жить в одиночестве. Параметрам воды особых претензий не предъявляет. Насчет конфликтности зависит от соседей. Крайне неравнодушен к валевым плавникам других рыбок. Если в аквариуме тесно или макроподы задумали нереститься, то в малом объеме соседям не поздоровится. С размножением особых проблем нет. Если нет занудных соседей или есть отдельный нерестовик, они строят гнездо из пены и самец его охраняет. Главное его вовремя убрать, когда мальки поплывут. Растения не трогают, корму неприхотливый. Восьмое место занимает барбус суматранский. Содержать лучше стайкой. За долгие годы содержания в аквариумах приспособился выживать в довольно широком диапазоне параметров воды. Но рыбка эта может не всегда дружить с соседями. Как и макроподы, суматранусы неравнодушны к валевым плавникам других рыбок и могут их погрызть. Нерестятся обычно без проблем. Лучше в отдельном нерестовике. Растения практически не трогают. Разве что могут немного пощипать молодые побеги. Корму неприхотливы. Живые замороженные сухие корма едят с радостью. Седьмое место занимает коридорос. Крабчатый сомик. Содержать лучше стайкой. Параметрам воды особых претензий не предъявляет. Главное, чтобы в грунте не скапливалось много загнивающих отходов. Рыба донной. Такой грунт им не на пользу. Рыбка мирная. Ее можно содержать с разными соседями, не слишком крупными и агрессивными. С размножением особых проблем нет. Могут нереститься и в общем аквариуме. Но для сохранности мальков лучше использовать отдельный нерестовик. Растения не трогают. Корму только одно требование. Лучше, чтобы он тонул. Коридоры съедят в основном у дна. И это очень хорошая привычка пойдет вам на пользу. Они будут подбирать корм, который падает на дно, если вы не успели слопать соседи по аквариуму. Шестое место в моем топе занимает гурами мраморный или голубой гурами. Одинаковые по содержанию. Содержать можно как в одиночку, так и парой, так и группой. К параметрам воды неприхотливы. Главная особенность этой рыбки, как и макропода, наличие лабиринтового аппарата. Он позволяет гурами дышать атмосферным воздухом. А значит рыбка может обитать в воде бедной кислородом. Насчет конфликтности. Молодые гурами обычно мирные, а вот со взрослыми иногда бывают проблемы. Правда не со всеми. Особенно если они содержатся в одиночку. Такая рыба может пошугивать соседей по аквариуму. С размножением особых проблем нет. Они строят гнездо из пены у поверхности. И как у макроподов, главное вовремя отсадить самца, когда мальки поплывут. Растения не трогают. Корму неприхотливы и едят любой. Мало того, что едят любой корм, так они еще и поедают разных вредителей, типа планарий, гидр. И могут даже слопать мелких улиток-катушек, которые иногда в таких количествах размножаются, что просто жуть. Пятое место в моем списке занимает шустрая рыбка Данио Рерио. Содержать этих рыбок лучше стайкой, которая предпочитает держаться ближе к поверхности воды. К условиям содержания неприхотливы. По поведению мирные. Сами никого не трогают. А вот их могут запросто слопать крупные хищники. Поэтому в соседе к таким зверюгам их лучше не сажать. Нерес не сложен и может проходить в маленьком аквариуме. Растения эти рыбки не трогают. А к корму только одно требование. Он должен быть мелким. Четвертое место по праву занимает золотая рыбка. Простая комета или вуали хвост. Содержать можно как в одиночку, так и группой. Параметром воды эти простые разновидности золотой рыбки неприхотливы. По поведению не конфликтны. Но если достаточно крупная золотая рыбка будет содержаться с мелочью типа гуппи, то может их запросто слопать. Нерест у золотых рыбок не сильно замороченный. И при небольшом опыте можно с ним справиться. К растениям отношение разное. Молодые золотые рыбки могут и не трогать ваш любимый газончик. А вот крупные могут порядком прорядить зеленые насаждения. К корму неприхотливы и хорошо поедают любой сухой, живой и замороженный корма. Следующие три первых места моего топа по праву занимают живородящие рыбки. А в вашем топе первые три места вы кому бы выделили? Пишите в комментариях. Итак, третье место занимает Малинезия Черная. Не Вилли Фера, а именно Черная во всех расцветках, которых очень много. Довольно неприхотливая к параметрам воды рыбка. Конфликтом с соседями по аквариуму не расположена. Правда, некоторые аквариумисты рассказывают, что у Молли бывают заскоки и они начинают гонять других рыбок. Но это скорее исключение, чем правила их поведения. Развести Малинезий не сложно. Они рожают уже вполне самостоятельных мальков, сразу поедающих довольно крупный корм. Растения не трогают. Корм поедает любой, как живой, так и сухой. Второе место заняли Меченосцы во всех их расцветках и формах. Содержать можно как в одиночку, так и с тайкой. Лучше хотя бы парой. За долгие годы разведения в условиях аквариума эти рыбки приспособились к широкому диапазону параметров воды. Поэтому проблем с ними обычно не бывает. С разведением также проблем нет. Самочка может рожать мальков прямо в общем аквариуме. Беременную самку Меченосца лучше все же отсадить перед родами. Больше мальков выживет. С соседями по аквариуму дружат и обычно никого не обижают. Растения эти рыбки не трогают, корм поедают любой. И первое место занимают мои любимые живородки, гуппи. Содержать их лучше группой. Так и рыбкам повеселей, и стайка из красивых самцов с подружками смотрится гораздо лучше. Параметром воды нетребовательны. Желательно, чтобы не было резких перепадов для пород гуппи с большими плавниками. Это может привести к разрыву плавников. Они потом зарастут, но все же лучше за этим проследить. Это обычно бывает при пересадке в новый аквариум и при подмене большого количества воды. Размножаются гуппи легко, и если они в аквариуме одни без крупных рыб, то вскоре гуппи будет так много, что вы устанете их раздавать. Конечно, если вы будете заниматься селекцией гуппи, то к вопросу разведения тут будет совсем другой подход. Но это уже другая тема. Гуппи очень мирные рыбки, дружат со всеми. Главное, чтобы в аквариуме не было задиристых рыбок вроде барбусов или петушков. Они могут оборвать в уалевом гуппи их замечательные плавнички. Растения эти красивые малышки не торгуют, а к корму неприхотливы. Главное, чтобы он был не слишком крупный. Вот и весь мой топ из 10 аквариумных рыбок для начинающих. Опишите свой топ 10 в комментариях, из каких рыбок вы начинали свое увлечение аквариумом. Всем удачи, пока и до новых встреч на канале.